Ранее уже перечислял плюсы пребывания в Каракёй. Ну а вдруг вы решили остановиться в другом месте, а Каракёй будет местом для посещения, то давайте познакомим вас с Каракёем. Каракёй еще с позапрошлого века считается престижным районом Стамбула. Раньше здесь базировались банки и страховые компании. Сейчас их разбавили модные бары и рестораны. Улочки этого района усыпаны приятными заведениями. Всего их более 300 штук. Вечером здесь все усыпано местной красивой молодежью и молодыми туристами. Если вы голодны, то обязательно попробуйте рыбу в лаваше Балык-Дюрюм в маленькой лавке Балык-Дюрюм-Мехмед-Уста. Много где жарят скумбрию в Стамбуле, но здесь вкуснее всего. Порция небольшая, но сытная. И не надо искать того самого знаменитого Марио, поверьте, здесь как минимум не хуже. Для любителей классического турецкого хамама в Каракёе есть клич Кали Паша Хамам. Опытные хамамщики считают его лучшим в городе. Цены не дешевые, но оно того стоит. До 16.00 принимают женщины, а после начинается мужское время. Главным же местом на будущее десятилетие в Каракёе будет современный Галата-порт. Порт построили для приема огромных круизных лайнеров. Здесь смогут швартоваться три корабля одновременно. Стройка еще продолжается, поэтому не получится пройтись от Галатского моста до самого конца. Но даже то, что уже построено, впечатляет. Проложено полтора километра белоснежной набережной. Никаких ограждений. Гуляешь, смотришь на Босфор. Выстроены новые здания в современном скандинавском стиле. В них расположены магазины известных брендов, кафе и рестораны. Можно пропустить по кружечке светлого, наблюдая за чайками над Босфором. Чудесное место. Турецкие мужчины не злоупотребляют алкогольными напитками. Иногда встречаются молодые парни, пьющие крепкий тубор где-нибудь у фонтана на ступеньках. Но в целом турецкие мужчины заменяют алкоголь сладким. Главной турецкой сладостью является баклава. Ее готовят в небольших домашних пекарнях, чайных, в пекарнях, при супермаркетах. Лучшую баклаву готовят в специальных заведениях, заточенных под ее производство и продажу. В районе Каракей таким заведением является Каракей Глуаглу. Практически весь день столики в этом заведении заняты, но освобождаются очень быстро. Сначала вы выбираете понравившееся вам лакомство, вам его кнут в тарелку и вы можете пройти на кассу. Все как в наших российских столовках. Отдельно есть бар, где наливают чай, кофе, воду и сладкие напитки. В толпе сладкоежек большинство турецкие мужчины. Они заказывают примерно 4 кусочка одного вида любимой баклавы и маленький стакан чая. Беседуют друг с другом и подкрепляются. Мне больше всего понравилась фисташковая баклава зеленого цвета с белой нежной кремовой начинкой и сверху еще посыпана крошкой фисташки. Кстати, баклава будет отличным сувениром для ваших близких дома. Я купил коробочку баклавы в Хафис Мустафа в 1864. Там всегда толпы туристов и местных. Можно выбрать подходящий размер железной коробки и подобрать разную баклаву на ваш вкус. Вам все это аккуратно упакуют в вакуумный мешок и вы без проблем довезете эту сладость до дома. Цена в районе 20 долларов за упаковку. Дорогие зрители, у меня для вас есть несколько интересных полезных видео из Стамбула, из Кемеры. Обязательно заходите, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!